В одном поселке жила одна хорошая и добрая девушка. Она нравилась многим парням, да и их родители были бы счастливы видеть ее у себя в снохах. Все знали, какое воспитание она получила от своих родителей. У девушки был строгий запрет на хождение по подругам на ночь, да что к подругам, мама даже к своей сестре ее не пускала одну с ночевкой. На свадьбы, различные вечеринки тоже был запрет, да она и сама не любила такие мероприятия. Девушка была очень трудолюбивой и послушной дочерью, родителям никогда не перечила, вставала за два часа до школы и делала все дела по дому, успевала подмести на улице и во дворе, пока две ее младшие сестренки спокойно спали. Переделав все дела, собиралась и шла в школу. В школе был один мальчик, в которого безумно была влюблена девушка. Парень тоже ее любил. Оба мечтали после школы поступить в один и тот же институт, жениться и завести крепкую семью. Заканчивался последний год учебы в школе и наступил выпускной вечер. Мама девушки не хотела отпускать дочь встречать рассвет в город. Что-то нехорошее чувствовало материнское сердце, но под давлением других родителей все-таки отпустило. И вот выпускной вечер. Все одноклассники и ребята с параллельных классов тоже пошли встречать рассвет в город. Парень все время старался быть с девушкой, но друзья постоянно тащили его в свой круг, и впервые в жизни он попробовал спиртное, хотя до этого даже не курил. Девушка очень переживала за него, видя, что он постоянно пьет. Но парню было уже все равно, он пил и пил, хотя очень хорошо держался, и по его виду нельзя было сказать, что он не в себе. Наконец он оставил дружков и подошел к любимой. Предложил вдруг неожиданно сбежать ото всех в конец парка. Там в конце парка было очень живописное место с озером, туда они и пришли. Вокруг не было ни души, они сели на скамейку и разговаривали о своих чувствах и планах на дальнейшую жизнь. Но вдруг наступила тишина. Парень сказал такие слова, о которых он потом жалел очень долгое время, и которые перевернули их жизнь. Он сказал, я так люблю тебя, и хочу, чтобы в эту ночь ты стала моей. С этими словами он начал целовать девушку, которая даже не успела ему ответить. Сопротивлялась как могла, но было бесполезно, она не хотела кричать, чтобы не навести позор на себя. Он буквально разорвал ее. Все было сделано за считанные минуты. Обо всем сразу стало известно, потому что друг парня следил за ними и видел все. Он сразу рассказал ребятам о произошедшем. Девушка была опозорена. Весь поселок только об этом и говорил, но что самое обидное, про парня вообще ничего никто не говорил плохого. Все обвиняли ее, что не нужно было уединяться, что сама его соблазнила, и много других грязных вещей. Спустя время парень чувствовал за собой вину и женился на девушке. Пышной свадьбы не было, и белого платья она так и не увидела. Но самое страшное, что после женитьбы парень охладел к ней. Его как будто подменили. Он до утра не приходил домой, спать ложился на диване, с женой не общался. Родные мужа относились сдержанно, они понимали, что их сын виновен в случившемся, но сам факт того, как их пришлось поженить, вносил холод в отношения. Девушка ушла в себя, не было улыбки на ее лице, не было счастья. Было много выплаканных слез и потраченных нервов. Девушка впала в депрессию и не разговаривала ни с кем. Сердце матери не выдержало, и она забрала дочь обратно в родительский дом. Вот так счастливая, скромная, домашняя девушка оказалась изгоем в своем поселке, все указывали на нее пальцем. Дорогие девушки, это поучительная история для тех, кто слишком наивен и верят словам парней, не доверяйте никому и слушайтесь своих матерей. Если бы в ту ночь девушка осталась бы дома вместе со своей мамой, то был бы совсем другой конец. А парням подросткового возраста нужно только одно, в момент страсти они перестают думать своей головой, а потом уже поздно. Сколько загубленных судеб из-за юного возраста и наивности. Уважаемые братья и сестры, прошу вас наставлять своих детей уже с раннего возраста, чтобы они понимали все проблемы, которые могут произойти по глупости. Если вам понравилась история, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, тут будет еще много всего поучительного и интересного. Кто хочет поддержать канал материально, все ссылки в закрепленном комментарии. Переживаю не совсем хороший период жизни и буду рад любой помощи.